приветствую вас друзья мои в этом видео я хочу с вами поговорить на очень интересную тему про то как оценивать эффективность вашей контекстной медийной рекламы потому что очень часто считается что реклама на поиске более эффективно реклама в кмс работает ну как-то кривовато и может быть она и не совсем-то эффективно но на самом деле это не так и в этом видео я хочу рассказать вам о четырех способов как же мы можем оценить эффективность нашей рекламы в контекстной медийной сети google и оценить ее влияние на нашу рекламу на поиске для этого я расскажу вам в чем разница между поисковой рекламы в чем разница с контекстной медийной сетью google да и как грамотно правильно отслеживать эффективность именно медийной рекламы google об этом я подробненько вам расскажу в этом видео прежде чем мы начнем если вдруг кто-то меня еще не знает я буквально одну секундочку представлюсь меня зовут елена червонец и авторизованный партнер яндекс и google я фрилансер со стажем уже более 11 лет с контекстной рекламой я работаю уже более 12 лет за это время я успела наработать 20 тысяч часов практики у меня было более 30 успешных проектов с бюджетами выше трех миллионов в месяц я работаю с клиентами не только из россии я работаю с клиентами сша канада дуба европы россии израиля и так далее а у меня есть все возможные сертификаты по рекламе по google аналитики google так менеджер в общем любой сертификат возьмите он у меня обязательно есть я вхожу в топ-100 яндекс экспертов фрилансеров у меня есть подтвержденный статус гуру контекстной рекламы я работала с такими клиентами как сеть мексиканских ресторанов уризабо сеть пиццерий додо пицца крупнейшая израильская клиника топ и хилов канадские производители окон и дверей эколайн в общем это большие крупные бизнесы которых я кстати нашла на фрилансе как это ни странно и я автор статей для таких известных ресурсов по диджитал маркетингу как ppc world change and seo news если вы работаете с рекламой если вы работаете в диджитал маркетинге я уверена что вы эти ресурсы знаете его возможно вероятно читали мои статьи и я спикер конференции по маркетингу выступаю с докладами по контекстной рекламе конечно же и я автор тренинга властитель ppc где я обучаю своих учеников не только тому как работать с контекстной рекламой но и как на этой самой контекстной рекламе зарабатывать от 100 тысяч в месяц то есть моя задача чтобы вы не просто научились работать рекламой а чтобы вы на этой рекламе начали зарабатывать и выходили на хорошие стабильные доходы и средний доход моих выпускников 80 тысяч рублей и ученики мои начинают зарабатывать свои первые 10 тысяч они зарабатывают уже в течение первого месяца как они проходят мой тренинг если мы говорим об экспертах ко мне часто приходят эксперты по рекламе у которых которые знаете уперлись в стеклянный потолок ко мне приходят эксперты с доходом 40 50 60 тысяч которые работают с рекламой уже несколько лет 45 лет они работают но к сожалению не могут выйти за рамки вот этого своего дохода ко мне также приходят эксперты я их обучаю методикам чтобы повышать этот доход и зарабатывать на рекламе не 50 тысяч рублей а 100 150 200 и выше итак друзья мы переходим с вами собственно контентной части я представилась и теперь вы можете со спокойной душой зная кто я слушать мои рассказы про контекстную рекламу надеюсь и так очень часто от клиентов от экспертов по рекламе я слышу такое мнение что да окей поиск работает очень круто а вот кмс работает ну как-то не очень ну как-то кривовато он работает мы туда трафик в деньги вбухиваем получаем кучу трафика трафик этот плохого низкого качества никаких конверсий нам не приносит и вообще нам кмс не нравится на самом деле я тоже раньше имела такое мнение но потом а свое мнение кмс я немножко пересмотрела потому что я начала понимать я начала осознавать что контекстно-медийная сеть google работает совершенно не так как поиск и не нужно ожидать от кмс таких же результатов как поиск поиск и кмс работают на совершенно разные вещи то есть если поиск у нас работает на получение прямых конверсий на захват пользователей с высоким покупательским намерением да то есть это люди которые уже готовы покупать и мы им показываем нашу рекламу поиск также работает на предоставление быстрого решения текущим нуждам пользователя то есть у клиента есть какая-то проблема и нужно срочно решить и мы с помощью поиска можем предоставить решение этой проблемы то контекстно-медийная сеть google работает совершенно иначе и цели рекламы в кмс совершенно другие что это за цели это конечно же повышение узнаваемости вашего бренда работа с верхом воронки да то есть если поиск это работа с серединой с низом воронки только мыс это все-таки больше работа с верхом воронки это не прямое воздействие на ctr и на процент конверсии поисковых компаний то есть контекстно-медийные сети оказывают реклама в кмс оказывает влияние на наши поисковые компании и вот о том как же оценить это влияние мы как раз таки сегодня с вами поговорим в этом видео я вам дам четыре методики как оценить влияние кмс на нашу поисковую рекламу и важно понимать что то что пользователи в контекстно-медийной сети не так склонны конверсии совершенно не означает что медийная реклама не работает потому что у нас как часто происходит о и конверсии нету отключаем кмс фигня это все давайте будем концентрироваться только на поиске и вот я очень надеюсь что после этого видео вы поймете на какие отчеты смотреть и как стопроцентно правильно анализировать вашу статистику чтобы принимать верные решения при оптимизации ваших рекламных компаний и сегодня я расскажу вам о четырех способах что это за способы это аудитории google analytics для контекстно-медийной сети аудитории в режиме наблюдения google trends и конверсии по показам и сейчас я подробно вам буду рассказывать об этих четырех методиках первая методика это создайте аудитории google analytics для медийной рекламы что это такое в наших аккаунта google аналитики есть потрясаю потрясающий раздел который называется audience definitions это по-английски по-русски это типа свои аудитории да давайте прямо сейчас с вами попробуем посмотреть в живую как это у нас выглядит я сейчас открою аккаунт google и мы с вами попробуем пробежаться пробежаться по аккаунту google я вам буду все это собственно и показывать в разделе админка в разделе админка у нас есть вот такой вот раздел вы тоже его найдете не помню как это точно по-русски но в общем идете в этот раздел там вы все найдете здесь мы можем задать аудитории а вы можете создавать совершенно различные аудитории которые вам необходимы и в нашем случае что нам необходимо какую нам необходимо аудиторию создать мы с вами создаем отдельную уникальную аудиторию с помощью сегмента где в сегменте в этом источник трафика будет компания которая содержит кмс ну я например все свои рекламные кампании помечаю поиск и кмс да то есть я сразу по названию компании могу создать сегмент вы можете создавать сегмент по youtube метки да если у вас ваша медийная реклама размечена там не тем компейн предположим да и что то у вас там дальше идет какой-то хвостик дисплей там предположим да то есть вы можете создавать этот сегмент совершенно по-разному в данном случае у вас на скриншоте пример как можно создать по названию компании если все ваши медийные компании размечены в названии словом кмс то вы просто можете создать на условия компания содержит кмс если вы хотите поете меткам то соответственно вы размечаете там источник содержит или там не тем компейн содержит там дисплей да то есть вы размещаете как вам угодно как это делается вы нажимаете на красную кнопочку новая аудитория и создаете новую create new по-русски это будет создать новую и дальше указываете условия по которым вы создаете эту услуги эту господи эту аудиторию и в нашем случае да если мы говорим про компанию то вы вбиваете здесь компания по-русски будет компания содержит и вы вбиваете там предположим кмс дальше вы создали вот эту вот аудиторию то есть вы собираете аудиторию тот трафик который к нам приходит из контекстной медийной сети google да это очень важно и очень важно когда вы создаете эту аудиторию нужно сделать отслеживание не только в google ads но и google аналитики да вот если мы с вами пройдемся ну предположим да давайте вот сейчас с вами пройдемся по созданию мы нажим создаем задаем какое-то имя там предположим да кмс и когда вы создаете эту аудиторию на следующем шаге вы выбираете не только google ads но и аналитику да это очень важно потому что у вас данные по этой аудитории будут не только в google ads но и вы сможете видеть как раз таки всю статистику потому как работает эта аудитория на всех этапах взаимодействия вашего трафика с вашим сайтом потому что важно понимать что люди которые пришли по контекстной из контекстной медийной сети google они могут зайти на ваш сайт посмотреть вашу баннерную рекламу потом они могут кликнуть на поисковую рекламу потом они пошли там из органического из органической выдачи зашли к вам на сайт потом еще они как-то побродили пришли в итоге к вам но они же взаимодействовали с вашей контекстной медийной рекламой поэтому нам очень важно это отслеживать именно поэтому мы с вами создаем на уровнях и google ads и google аналитики дальше что мы с вами делаем дальше дальше когда вы создали эту аудиторию то есть все аналитику вас собирает информацию по вашей аудитории которые приходят из кмс что вы можете делать дальше вы можете в отчетах аналитики в разделе аудитория вот у меня тут как раз крышет из русской аналитики поэтому все будет удобно посмотреть аудитория в разделе аудитории вы сможете посмотреть как эти аудитории взаимодействуют с совершенно на разных этапах вашей воронки да давайте сейчас я вам открою аналитику для примера и мы с вами сможем это посмотреть то есть вы идете в раздел аудитории тут также есть раздела аудитории и вы сможете по созданному аудитория посмотреть какое количество конверсии приносит та или иная аудитория но вот тут у нас нет аудитории сейчас давайте попробуем здесь посмотреть Сейчас мы с вами попробуем посмотреть вот здесь. Отсюда мы уйдем. Вот, и вы сможете посмотреть, как люди взаимодействуют, да, и какое количество конверсии они получают в зависимости от того, да, какой аудитории принадлежит тот или иной пользователь. То есть если вы увидите, что люди, которые приходят к вам из контекстно-медийной сети Google, дальше там очень круто конвертируются у вас на сайте, то вы можете сделать вывод, что, блин, ну неплохо, наверное, у нас эта аудитория работает. То есть вот я вам настоятельно рекомендую прям просматривать вот эти вот отчеты в аналитике, аудитория, аудитория, да, чтобы видеть все эти отчеты по тому, как работает ваша рекламная компания в КМС. Дальше следующим этапом примените эти аудитории в режиме наблюдения. Что это такое? Я думаю, что все, многие, по крайней мере, из вас уже знают, что такое аудитория в режиме наблюдения. Как мы это делаем? Мы с вами идем в наши аккаунты Google Ads и в наши поисковые кампании, в поисковые, да, мы, например, возьмем с вами для примера какую-нибудь поисковую кампанию и дальше в поисковую кампанию в разделе аудитории. Вы можете добавить в режиме наблюдения, да, то есть вот те аудитории, которые вы только что создали, вы сможете добавить в режиме наблюдения. У вас вот тут будут собственные аудитории. Вот в этом разделе я вот выбрала неудачный аккаунт. Давайте сейчас вот на этом выберу. В этом аккаунте у меня аудитории не настроены. Давайте вот здесь я вам покажу. Вот мы с вами идем в раздел аудитории и добавляем аудиторию в режим наблюдения. Вот ваши аудитории, которые вы создаете, ваши аналитики, они появляются здесь, вы их добавляете в режиме наблюдения. И что вам это дает? И дальше вы прям видите в своем Google Ads аккаунте, что аудитория, которая пришла к вам из КМС, например, чаще конвертируется, чем аудитория, которая, например, пришла к вам сразу из поиска. То есть вы прям будете видеть всю эту статистику в разделе конверсии, да, процент конверсии, вы прям сможете отслеживать конкретно, насколько лучше конвертируется та аудитория, которая пришла к вам из КМС. Это очень круто, поэтому обязательно настоятельно рекомендую вам применять эту штуку, чтобы, ну, стопроцентно знать, насколько эффективно работает ваша КМС. Дальше. Используйте Google Trends. Понятно, да, что отталкиваясь от того, что я вам сказала выше, что КМС у нас все-таки больше предназначен для верха воронки и для брендинга. Совершенно очевидно, что если вы запускаете какую-то рекламную кампанию с упоминанием вашего бренда, либо с упоминанием какого-то нового продукта, товара, либо услуги, вы предполагаете, что раз вы запустили эту рекламу, люди должны чаще интересоваться вашим брендом, либо вашим товаром, либо вашей услугой. Как мы можем это с вами отследить? Это у нас отслеживается, безусловно, конечно же, в Google Trends, то есть, предположим, вы запускаете рекламу своего бренда, либо вы запускаете рекламу какого-то своего нового товара. И дальше вы можете зайти в раздел Google Trends, вот прям вбиваете в поиски Google Trends, заходите сюда, и ваша задача посмотреть, как изменился поисковый спрос на ваш бренд. Ну, предположим, у вас бренд Сбербанк, или там Почтобанк, Почтобанк, и вы можете посмотреть, как менялся спрос на ваш бренд, там, предположим, за последние 12 месяцев, там, либо за 3 месяца, да, то есть, вы запускаете вашу рекламу в КМС, и ваша задача отследить, насколько увеличилось, например, упоминание вашего бренда, либо насколько увеличилось упоминание вашего товара, вашей услуги, и вы можете сделать вывод, что уж я запустила рекламу в КМС, люди видят нашу баннерную рекламу, и они начинают интересоваться нашим брендом, то есть, вы, безусловно, это не такое, это не прямое взаимодействие, то есть, мы делаем вывод, что благодаря нашей рекламе в КМС у нас произошел такой скачок, да, в том, что люди начали чаще искать наш бренд, и это работает, когда вы запускаете только брендовую рекламу, например, в КМС, понятно, что если вы параллельно запустили и в КМС, и в Яндексе, будет очень сложно отследить, и какая же в итоге сеть работает лучше на этот брендинг, но, по крайней мере, это такой один из способов, как вы можете примерно отследить, работает ли брендинговая рекламная компания, либо не работает, это вот с помощью Google Trends, очень люблю этот инструмент, и тоже вам настоятельно советую им пользоваться. И самый основной способ, как мы можем с вами отследить эффективность нашей рекламы в КМС и ее влияние на поисковую рекламу, это, конечно же, отслеживать конверсии по просмотрам, да, что такое отслеживание конверсии по просмотру? Возвращаемся в наш аккаунт Google Ads. Когда вы настраиваете здесь определенные столбики для отслеживания, например, тех же конверсий, мы с вами можем сделать следующее. Мы с вами можем настроить отслеживание конверсий по показам. Что такое конверсии по показам? Значит, конверсии по показам регистрируются, когда пользователь совершает конверсию после просмотра вашего объявления, то есть он с ним даже не взаимодействует, он просто на него посмотрел. Что такое посмотрел? Это значит, ваше объявление показывалось, 50% вашего объявления показывалось вашему потенциальному клиенту, да, то есть было в зоне его видимости, то есть человек его увидел. Если после того, как он увидел ваше объявление, он совершает конверсию, здесь вы увидите конверсию по показам. И надо понимать, что конверсии по показам и просто конверсии – это разные конверсии. Конверсии по показам не приплюсовываются к конверсиям, то есть если человек увидел ваше объявление и потом совершает конверсию по какому-то поисковому объявлению, вы конверсию увидите по показам, и она у вас не будет, вернее у вас будет конверсия по показам, и у вас будет конверсия прямая, да, то есть вы будете четко отслеживать, принимала ли участие ваша баннерная реклама в итоговой конверсии, поэтому я вам тоже, опять же, советую обязательно ставить вот этот вот параметр, да, конверсия по показам, и когда вы примените это в столбиках, вы будете видеть статистику, так, сейчас, секундочку, вы будете видеть статистику, вот у нас есть прямые конверсии, и вот у нас конверсии по показам, сейчас, секунду, у меня скроллинг пропал, иногда бывает такое в гугл, что пропадает скроллинг, и я не могу доскролить до конца нашей таблицы, сейчас попробуем перезагрузить, и вы увидите, что там совершенно разные цифры, просто прямые конверсии и конверсии по показам, но конверсии по показам дают вам совершенно четкое понимание, насколько эффективна ваша реклама, конвертируются ли люди, которые просмотрели ваше рекламное объявление, это очень круто, вот, посмотрите, конверсии по показам, вот в данном случае, видите, у нас не регистрируется, где-то у меня были компании, где у меня были такие явные конверсии по показам, давайте зайдем вот сюда, и, может быть, мне удастся вам это показать, давайте настроим, опять же, конверсию по показам, применим, и вот вы видите, что здесь у нас уже появляются конверсии по показам, то есть люди, которые видели мою медийную рекламу, они дальше потом совершают конверсию, и важно понимать, что конверсии прямые и конверсии по показам не пересекаются, это совершенно разные конверсии, поэтому если вы хотите полностью оценивать, насколько ваша реклама в КМС эффективна, то отслеживайте обязательно и столбец конверсии по показам, это тоже даст вам хорошую статистику, чтобы потом принимать решение, отключать вашу КМС, либо она у вас, наоборот, очень круто, эффективно работает, сейчас у вас есть все инструменты для этого, да, еще раз кратко пройдусь, это обязательно отслеживайте конверсии по просмотрам, у меня написано по просмотрам, а оно в интерфейсе по показам, да, потому что я перевожу всегда английский язык, сейчас я скажу вам точно, как это в интерфейсе называется, по показам, да, у меня просто в английском, немножко по-другому я перевожу, но в общем в русском интерфейсе это конверсии по показам, обязательно используйте Google Trends для отслеживания того, насколько ваша брендовая реклама действительно отрабатывает хорошо, обязательно создавайте аудитории, которые приходят из вашей рекламы дисплейной, медийной, да, из вашей рекламы в КМС, как задавать эти фильтры, я вам сегодня показала, и обязательно применяйте эти аудитории в режиме наблюдения, вот это прям очень классный лайфхак, да, который я хочу, чтобы вы использовали, вы в режиме наблюдения будете прям конкретно видеть, какое влияние оказывает ваша реклама в КМС на вашу поисковую рекламу, это невероятно важно, чтобы вы принимали в дальнейшем грамотное решение об оптимизации ваших рекламных кампаний. Все, друзья мои, надеюсь, вам этот урок был полезен, ставьте лайки внизу, если вам понравилось это видео, и до встречи в моих следующих уроках.